Ева Ардин Принцесса для демона Пролог Дэйвиан «Скажи, Дэйвиан, тебе хотелось бы встретить свою истинную пару?» «К чему такой вопрос, дядя? Тебя матушка попросила поговорить со мной? Все жаждет внуков?» «Нет», — улыбнулся коротко стриженный блондин напротив. «Я сам задумался об этом. Вам, огненным демонам, проще, чем нам, воздушным. Посмотрел в зеркало истины и готово. Тут же знаешь, кто твоя пара. Что, дядя? Остепениться решил?» «Если злобно поддел я родственника. Или на трон захотелось?» «Ни то и ни другое», — возразил дядя. «Но чем старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь о том, что неплохо было бы иметь родственную душу. Ту самую половинку, что разделит с тобой жизнь. Какой пафос!» — воскликнул я. «Знаешь, что я думаю? Я еще слишком молод для всего этого. Мои родители, как и твои правители. Я наследник, и меня это полностью устраивает. Все, что сейчас входит в мои обязанности, — это набираться знаний, развивать собственные силы и учиться обуздывать те стихии, что мне подвластны. Пока что я более чем доволен жизнью. Зачем все усложнять? Затем, что есть любовь? Ерунда. Тебе лет под сотню, а рассуждаешь, как малолетняя человеческая девица. «Знаю, знаю, мои родители, как и твои, встретились и полюбили друг друга. Но мой отец вообще-то затащил мать в свой мир насильно. Она не очень-то хотела этого. Так что у любви есть и обратная сторона. Если истинность ударит в голову, ты ничего не сможешь поделать. А на несвободу я не согласен. Чтобы за меня выбор делал какой-то артефакт, на такое я не пойду никогда. В таком случае из-за тебя решит судьба. Судьба? Я не верю в судьбу. Ее творим мы сами. Любопытно. Дядя указал мне за спину. Тогда как ты объяснишь это? Я резко обернулся. Позади разверзлась темная воронка портала. От него так разилась силой, что становилось понятно, что ведет проход куда-то в иной мир. «Если тебе интересно, Дэйвиан, то не я открыл его», — меланхолично произнес дядя. «Любопытно». Он пошевелил пальцами. «Оттуда явно идет зов. И зовут тебя». «Что за шутки?» — возмутился я. «Если это и шутка, то не моя», — сказал дядя. «Не понимаю. Мне тоже было неясно. Тем более, что неодолимая сила подхватила меня и потащила в этот открытый портал. Последняя мысль перед тем, как меня засосало в воронку, была простой и ясной. Я отомщу тем, кто вздумал так подшутить надо мной». Глава первая Аэлита От камня под спиной тянуло могильным холодом. Я резко поднялась и села, обнаружив, что связано по рукам и ногам. Но это еще не самое паршивое. Оказалось, что из одежды на мне только тонкая шелковая туника, длиной до колен, которую и платьем ты не назовешь. Показываться в таком виде на людях — верх неприличия для принцессы. Хотя людей здесь, правда, не видно. Да и вообще почти ничего не видно. Кстати, где это здесь? Оглядываясь по сторонам, я смогла различить только тусклое мерцание линии пентаграммы, начертанной светящейся краской прямо на земле, до нагромождения каменных глыб вокруг. Над головой — чернота беззвездного неба. Прохладный ветерок шевелил волосы на голове, а издалека слышался заунывный ни то вой, ни то плач. Веревки, опутавшие мои запястья и лодыжки, врезались в кожу, и было понятно, что наутро от них останутся заметные следы. Так-так. Пентаграмма. Каменные плиты. Да жути напоминающие надгробие. Размеренный речитатив древнего языка, который я поначалу приняла за вой, и в центре всего этого связанная и одетая в шелковую тряпку алого цвета я. Дайте подумать, что это напоминает? Древний ритуал по вызову демона, вот что. Ритуал, который должен закончиться так, как описано в хрониках, смертью невинной девы. Жертва приносилась во имя процветания и благоденствия в особый день, бывший для далеких предков праздником, и служила гарантом благополучия людского рода. А жертва сейчас — это я. Мой сводный братец Алистер все-таки сделал это. Да я прибью его, как только увижу. Хм, если выживу, конечно. Потому как заунывный речитатив невидимых заклинателей внезапно стал громче, линии пентаграммы вспыхнули ярким фиолетовым светом, а прямо возле меня из воздуха соткался портал. Широкое светящееся кольцо, подвешенное в воздухе, не могло быть ничем иным. Хоть я никогда раньше не видела порталов, сразу поняла, что это именно он. Ведь существо, что появилось сейчас из сверкающей рамы, было явно не из нашего мира. Чудовищный монстр, покрытый антрацитовой чешуёй, голову которого венчали витые рога, имел на пальцах длинные когти, а за спиной развивающийся огненный плащ, похожий на крылья. Глаза его горели жёлтым светом, а по фигуре пробегали всполохи ослепительного пламени. Жуть какая. И это ему я должна достаться в качестве жертвы? Не хочу. Будь трижды проклят Алистер и его алчный план. Зря он думает, что после того, как меня сожрут, я тихо и покорно уйду в мир иной и позволю ему спокойно сидеть на троне. Ну уж нет. Буду являться ему в кошмарах и не позволю так просто забрать моё наследство. Буду, как этот монстр. Страшный, грозный, сильный и... Хм... Красивый? Нельзя не признать, что чудовище, что как раз полностью вышло из портала, было по-своему, по-мужски, привлекательным. Высокий, мускулистый, с широченными плечами и грудью, изрисованный причудливыми узорами. Он казался древним богом, сошедшим со страниц книги о мифах давно ушедших дней. Даже рога на голове уже не казались ужасными. Пугающими, да, как и положено грозному оружию, но не отвратительными, как почудилось мне ещё несколько мгновений назад. Даже не жаль, что меня сожрёт это впечатляющее создание, которое сейчас озирается по сторонам словно бы недоуменно. Хотя нет, всё-таки жаль. Встретив взгляд горящих глаз демона, я задрожала. Но дрожь была не от ужаса, как можно было ожидать, а от возмущения. Одно дело взойти на алтарь добровольной жертвой, думая, что делаешь это ради процветания своего народа, и умереть с улыбкой на устах и верой в сердце. И совсем другое знать, что смерть будет напрасной, а ритуал провели только для того, чтобы устранить себя. Как будто не нашлось способа попроще, чем вызывать для этого из уного мира демона. Хотя такими когтями перерезать горло, расплюнуть... Нет, плевать как раз не надо. Но и что он делает? Демон в задумчивости обозрел меня, сидящую на алтаре, нахмурился, глядя на жалкие попытки избавиться от пут, и быстро провел длиннющими когтями по этим самым путам. Сначала между запястьями, а потом и между лодыжками. Веревки опали клочками. Ничего себе коготочки! Кстати, а где они? Я с удивлением взирала на протянутую мне мужскую руку с красивыми длинными пальцами, ногти которой были совершенно обычными. То есть короткими, плоскими, чистыми и ухоженными, как у человека, следящего за своей внешностью. Человека? Я проследила взглядом выше. Кисть переходила в широкое запястье, мускулистое предплечье и плечо. Вот тут начинались сюрпризы. Узоры под сгорелой кожей казались жили отдельной жизнью, медленно перемещаясь и меняя свой рисунок. Тут до меня дошло, что я совершенно без стеснения и самым бесстыдным образом пялюсь на обнаженную мужскую грудь. Кстати, взгляд то и дело норовился ехать вниз, туда, где выраженные мышцы пресса покрывали странные письмена. Исключительно для того, чтобы прочитать написанное, конечно. Язык, к сожалению, был незнаком. Интересно, там, где бедра скрывают ткань штанов, тоже всё разрисовано узорами? Я не так много голых людей видела в своей жизни, и опыт этот был мало признать специфическим. В лечебницу, куда принцессе полагается делать пожертвования, я тайком начала наведываться, когда поняла, что знание ядов, различных способов умершвления и самое главное — исцеление — это то, что мне жизненно необходимо. Ведь первое покушение я пережила в 15 лет. Так не стоит сейчас предаваться воспоминаниям. Сейчас нужно выжить. Снова. Узоры на коже демона начали тускнить, и стало понятно, что с виду он не отличается от прочих людей, виденных мною на больничных койках и прозекторских столах. Да, вскрыть парочку трупов в своей не слишком длинной, но насыщенной жизни я уже успела. Предложенную руку я всё-таки приняла, и, неуверенно улыбнувшись, слезла на конец холодного камня. Тонкая ткань на теле совсем не грела, да и ноги оказались босыми. Ну да, зачем жертве на алтаре обувь? А вот кожа демона была тёплой, даже горячей. Он продолжал держать меня за руку, и я была, в общем-то, совсем не против. Что странно, от чудовищ лучше держаться подальше, верно? Кстати, вы ведь не собираетесь меня есть? Поинтересовалась я светским тоном, словно мы были на приёме, а не на ночном кладбище. Демон недоуменно посмотрел на меня, нахмурился и встряхнул свободной рукой. Широкий браслет из белого металла от резкого движения сдвинулся, и по нему побежали фиолетовые разводы. Демон что-то резко произнёс, и... Тут металл вспыхнул белым пламенем. Буквально. Я заморгала, щуря привыкшие к полумраку глаза. От рук демона потянулись белые жгуты, несколько раз обвили мои запястья. Огонь, что плясал на коже демона, коснулся и меня. Зажмурившись, я ждала боли, но ощутила нежное объятие крепких мужских рук. Удивлённо открыв глаза, я успела разглядеть лицо потрясающе красивого мужчины, прежде чем он поцеловал меня. Это было настолько неожиданно, что я растерялась, губы прикоснулись нежно, изучая и пробуя на вкус. На вкус? Он всё-таки решил меня съесть? Глава вторая. Но оказалось, у демона был ко мне совсем не гастрономический интерес. Нежный поцелуй, который начался как знакомство, становился всё более настойчивым. Мужчина обнимал меня, прижимая к себе. Его руки скользили по моей спине, но это, как ни странно, не вызывало внутри никакого протеста. Хотя ещё никто и никогда не осмеливался на подобное. Вместо возмущения я чувствовала сладкое головокружение, а ещё какое-то томление. Иного слова и не подобрать. Пусть эти необычные, но приятные ощущения продлятся подольше. Под закрытыми веками мелькали солнечные зайчики, и глаза открывать совсем не хотелось. Даже когда мужчина приподнял меня и усадил обратно на каменный алтарь, а его руки по-хозяйски скользнули по моим бёдрам, я всё ещё пребывала в странном оцепенении, если не сказать неге. Голова сама запрокинулась, и горячие поцелуи прошлись по шее. В тишине раздался стон, что было любопытно, но, в общем-то, неважно. Слишком хорошо. Правда, спустя пару мгновений я сообразила, что слышала собственный стон. Резко открыв глаза, я чуть не заорала. Всё дело в том, что мы с тем, кто самым наглым образом продолжал целовать меня, бесстыдно лаская мои почти обнажённые ноги, горели. То есть по моей коже гуляли языки яркого пламени, перебегая на плечи, лицо, короткие тёмные волосы демона и обратно. Ну да, надо признать, что я только что совершенно неприличным образом целовалась с самым настоящим демоном, принявшим облик обычного мужчины. «Выпусти меня!» Воскликнула я, пытаясь оттолкнуть его. «Иначе это не остановить!» «Не остановить?» «Что?» Недоуменно спросил демон. «Огонь!» «Если он появился, его уже не унять!» «Ты об этом огне?» уточнил демон, показывая язык пламени на ладони. Он продолжал обнимать меня одной рукой и не подумав отстраниться. Улыбнувшись, демон повёл кистью, и огонь словно впитался в кожу. Более того, пропали и всполохи пламени, до этого мелькавшие в его волосах. «Как такое возможно?» вырвалось у меня. Магия, что с самого детства не вызвала у меня ничего, кроме страха, демону подчинялась как ручная. «А теперь скажи, малышка, кто ты такая?» спросил демон. «Про то, что в тебе есть сила, стихия огня, можешь не упоминать. Это я уже успел почувствовать. Ты...» Я настолько опешила от вопроса, что не сразу сообразила, что ответить. «Как ты это сделал?» «Сделал что?» уточнил он, приподняв бровь. «Подчинил огонь, что вспыхнул между нами во время поцелуя?» «Да», ответила я, почувствовав, как щекам стало горячо. Страх ушёл, будоражащая кровь, волнение тоже, и до меня резко дошло, что я сижу, бесстыдным образом разведя колени, между которыми стоит незнакомый мужчина и обнимает меня. Более того, это именно я сейчас стонало, позволяя ему целовать себя. «Ты так мило краснеешь», прошептал он, наклоняясь. «Пожалуй, можешь пока не отвечать». Его дыхание обжигало, а ладони, что легли на мои бёдра, были горячими, как песок в солнечный день. Демон пресёк мои слабые попытки отодвинуться, и только то, что я выставила руки и упёрлась в его грудь, не дало ему снова поцеловать меня. «Отпусти немедленно», потребовала я. «Иначе...» «Иначе что?» «Насмешливый тон подействовал, как ведро холодной воды. Ты сама провела ритуал. Хотела увидеть свою истинную пару. У тебя всё получилось. Ты смогла открыть портал и вызвать меня. Не скажу, что был рад поначалу. Признаться, я собирался убить того, кто всё это устроил. Но, поцеловав тебя, я изменил мнение. Теперь уже я хочу получить то, зачем ты позвала меня». Он снова начал наклоняться, завораживая горящим взглядом. Огонь теперь горел в его глазах. До этого мне казалось, что между нами была настоящая страсть. Но то оказались цветочки. Сейчас демон безжалостно смял мои губы, провёл по ним языком и углубил поцелуй, подчиняя и заставляя почему-то прижиматься к нему, а не отталкивать. Пламя снова вспыхнуло между нами, но мне уже не было до этого никакого дела. Даже то, что ладони демона прошлись по моим бёдрам и смяли тонкую ткань туники, не обеспокоило, а взволновало. «Хочу тебя, малышка», услышала я хриплый шёпот. «Прямо сейчас». Слова демона возмутили. Я резко пришла в себя, сбрасывая заворожённость. «Это что вообще такое? Не собирается же он прямо сейчас поступить со мной, как хлыщи из свиты моего братца со служанками?» «Не позволю». Резко отшатнувшись, я вскинула руки, пытаясь оттолкнуть бесстыдного наглеца, но получила в ответ только насмешливый взгляд. Возмущение и злость поднялись внутри горячей волной. Кончики пальцев обожгло, а из ладоней внезапно вырвались два сгустка огня и впечатались демону в грудь. Во все стороны брызнул фонтан искр. От неожиданности я откинулась назад и почти легла на каменную плиту, удивлённо моргая. «Это моя магия сейчас так сделала?» «Никогда не видела ничего подобного. Но огонь не причинил мужчине вреда. Пламя просто растеклось по его коже и исчезло, растворившись, как и прежде». «Какая страсть!» улыбнулся демон. Он смотрел на меня сверху вниз, а глаза его горели, как два угля в камине. «Сначала ты с жаром отвечаешь на мои поцелуи, а потом пытаешься оттолкнуть. Ответь, малышка, ты действительно хотела ударить меня фаерболом? Против огненных демонов они обычно мало помогают. Знаешь ты, первый демон, которого я встретила, как с вами бороться и что помогает против вас, мне неизвестно. Если расскажешь, буду благодарна. А что? Знания никогда лишними не бывают. Этот урок я усвоила очень рано. Если демон будет столь любезен и объяснит к тому же, как работает моя магия, это будет просто замечательно. Ах да, нужно ещё выяснить, что он имел в виду, когда упоминал истинные пары. Причём здесь сказки для маленьких детей. А ты собралась со мной бороться? Насмешливо спросил демон. Его ослепительно белые зубы блеснули в темноте. Он улыбался. Я присмотрелась. Клыков не видно. Может, пугающий облик с рогами и когтями мне привиделся? Вообще странный вопрос. Конечно же, я буду с ним бороться, используя для этого все возможности. Вот только вначале выясню, как это лучше сделать. Мама когда-то учила меня, что главное оружие слабой женщины — хитрость. Её слова сами всплыли в памяти. Как обыграть противника, который заведомо сильнее? Будь искренна, но не до конца. И преследуй свои интересы. Но самое главное, чтобы победить, нужно в первую очередь выжить. «Я не знаю, как называется тот огонь, которым я тебя ударила», — призналась я. «Такое у меня получилось впервые. Охотно верю». Горячие ладони демона скользнули по моим лодыжкам и начали медленно двигаться вверх. Я облизнула ставшие вдруг сухими губы. «С тобой не только это сегодня впервые. Верно, малышка?» Он прищурился, окидывая меня внимательным взглядом с ног до головы. На его лице появилось выражение удовлетворения и откровенного мужского превосходства. Такое бывало у моего братца, когда он принимался разглагольствовать на любимую тему. О том, что главное предназначение женщины — рожать детей. Я возмущённо вскинулась и перехватила наглые руки, что задрали тунику, бесстыдным образом оголив ноги. Мои ладони оказались очень маленькими и светлыми на фоне смуглой кожи демона. «Что это?» Воскликнула я совсем не то, что собиралось. Похоже на цепи. От мужских запястьей к моим рукам тянулись полупрозрачные, но вполне видимые нити, состоящие из крупных светящихся звеньев. «Так-так». Демон приподнял руку, разглядывая призрачную цепь. «Романтика у нас пока отменяется. Сейчас ты мне чётко и правдиво расскажешь, что за ритуал привела и как сделала так, что наши души оказались связаны. Ведь я ещё не овладел тобой». «Ты что?» Возмутилась я. «Ты вот так прямо говоришь мне, что собрался овладеть мной?» «Да, малышка, я сказал именно это», — усмехнулся демон. Он резко привлёк меня к себе, взял за подбородок и заглянул в глаза. «Совсем скоро ты будешь принадлежать мне во всех смыслах, но не будем отвлекаться. Отвечай». Голос демона неуловимо изменился, став на тон ниже. Теперь он проникал, казалось, в самую душу. «В чём был смысл этого ритуала, кроме того, чтобы открыть портал между мирами и призвать меня?» «Я бы и так сказала тебе правду», — ответила я, выворачиваясь из железной хватки его пальцев. «Во-первых, ритуал затеяла и провела вовсе не я. Я всего лишь жертва. Если помнишь, ты нашёл меня, связанную на алтаре. А во-вторых, уясни раз и навсегда, демон. Я не буду принадлежать тебе ни в каком смысле. Я крон принцесса Аэлита, будущая королева Бриатана». Глава третья Дэйвиан Малышка произнесла речь с таким опломбом и вызовом, что заставила поневоле усмехнуться. Босая, растрёпанная, одетая лишь валую шёлковую тряпочку, о важности на целый совет лордов. Главное сейчас не думать о том, как ощущается её тело под тонкой тканью и как просто разорвать её, чтобы прикоснуться к обнажённой коже. Красно-рыжие волосы девушки были мягкими, как шёлк, а зелёные глаза завораживали глубиной цвета. Мне нравилось в ней всё, кроме одежды. Не знаю, как сдержался и не пошёл дальше поцелуев. Действительно, ощутив то, как она откликалась на мои ласки, я почти потерял голову, но сумел остановиться, почувствовав её искреннее возмущение. Надо же! Ритуал не её рук дело. Я, кстати, мог бы и сообразить, ведь она была связана, во что малышка и ткнула меня носом. По делам. Ведь я, как зелёный юнец, никогда не видевший женщину, буквально набросился на неё. Вот что значит, оказывается, встретить истинную пару. Понимаю отца и дядю, и некоторые их поступки. Теперь понимаю. Девушка испугалась меня, а ещё она была невинна. Ни один мужчина ещё не оставил энергетический след в её ауре. Похоже, я был даже первым, кто поцеловал её. Казалось бы, невозможно, что такая красивая малышка ещё не познала мужчину. Но это было так. Вдвойне любопытно, ведь её возраст я оценил в пару десятков лет. Люди, прожившие столько, считаются созревшими для брака. Надо же, она человеческая принцесса. Как будто это должно меня впечатлить. Но хватит пугать малышку. И так, появившись из портала в боевой трансформации, я нагнал на неё страха. Правда, поцелуй всё исправил. Стоны девушки говорили об этом лучше любых слов. Будет очень интересно будить её чувственность. Но сейчас лучше об этом не думать. Нужно произвести на пару приятное впечатление. Я усмехнулся. Мой дядя Райден как-то пошутил, что вначале с женщиной полезно поговорить, завоевать её доверие, а уже потом взваливать на плечо и тащить в пещеру. Я, правда, не совсем понял, почему он упоминал именно плечо. Тётю он носил исключительно на руках. Да и дворцу дяди до пещеры было далеко. Я отступил, резко убрав руки, отчего малышка чуть не потеряла равновесие и не упала с каменной плиты. Пришлось поддержать её и заодно завладеть её рукой. Отвесив изящный поклон, я светским тоном произнёс. «Рад знакомству, Лита. Моё имя Дэйвиан. Но ты можешь называть меня Дэйв». Я легко прикоснулся поцелуем к нежной коже, сначала на тыльной стороне кисти, а потом и на запястье. Даже руку можно поцеловать так, что девушка при этом потеряет голову. Подняв взгляд, я убедился, что нужный эффект достигнут. Малышка снова трогательно покраснела, что на её молочной коже смотрелось очень сексуально. В голове сама собой возникла картинка, как выглядит этот румянец на груди, когда там расцветают следы от поцелуев. «Не время», — осадил я сам себя. «Хорошо, что девушка человек и не обладает острым ночным зрением. Штаны в той части, где располагалась застёжка, давно трещали по швам. Я тоже рада». Вытянув руку из моих пальцев, малышка попыталась ещё и отодвинуться. Правда, не удалось. Я и не подумала отойти или дать ей спуститься с плиты. Ещё простудят босые ноги. «Ты и правда демон, Дэйвиан?» «А что, не похож?» Не удержался я от насмешки. «Нужно срочно переключить мозги и заставить себя думать о чём угодно, только не о том, как хочется сорвать с малышки алую тряпку, а прокинуть её на каменную плиту и накрыть с собой такое манящее тело. Раз мы выяснили твоё социальное положение и название страны, продолжим знакомство. Что это за мир? В каком секторе созвездия он находится?» «Секторе созвездия?» Уточнила Лита, подняв глаза к небу, где как раз обозначилась россыпь звёзд. «Что ты имеешь в виду?» «Как всё запущено?» Она явно пытается понять, о чём я говорю. Плохо, если меня забросило в какой-то совсем уж отсталый мир, где и не слышали о сети стационарных порталов, соединяющие исследованные миры в созвездия. С другой стороны, кристалл, встроенный в браслет, исправно перевёл язык, на котором говорила девушка, и позволил с ней общаться. Значит, надо всего лишь разобраться, где я. И да, выяснить, кого поблагодарить за то, что меня против воли затянуло неведомо куда. И ещё важный момент. Кто посмел связать мою малышку и уложить её на холодный камень? Мы, похоже, говорим о разных вещах. Я провёл пальцами по браслету, и он ярко вспыхнул, нарисовав в воздухе призрачную картину. Начал объяснять. Эти светящиеся точки — разные миры, а линии — условное расстояние между ними. Глядя на длину линии, можно посчитать, сколько энергии потребуется на открытие портала в тот или иной мир. «А что нужно для того, чтобы открыть портал?» — спросила девушка. «Ну, кроме древнего кровавого ритуала, который провели для того, чтобы вызвать тебя. Нужно владеть пространственной магией и разбираться в векторах приложения силы», — сказал я. «Но теперь моя очередь задавать вопросы. На мой ты до сих пор не ответила. Что за ритуал провели, кто и с какой целью?» «Древний ритуал, где деву приносят в жертву демону. Полагаю, это дело рук моего сводного брата Алистера», — произнесла Лита. «Он давно хочет взойти на трон, несмотря на то, что прямая наследница и я. После того, как я отказалась выходить за него замуж, покушения на меня повторяются снова и снова. Что ж, пойдём навестим его», — сказал я, подхватывая малышку на руки. «Поставь меня немедленно», — возмущённо пискнула Лита. «И объясни толком, что ты собрался делать, кого навещать». «Алистера, конечно же. Я не потерплю, чтобы кто-то или что-то угрожало моей истинной паре». «Перестань так говорить». В словах Литы неожиданно прорезался металл. «Ого, она и так умеет». «Мне нравится». «Я не твоя пара». Вторая часть фразы мне понравилась гораздо меньше. Но спорить с малышкой я не стал. Невдалеке, за невысокой кованой оградой, наметилось какое-то движение. «Сюда идёт группа людей с факелами», — сказал я. «Узнаёшь кого-нибудь из них?» «Слишком далеко». Лита прищурилась, селись разглядеть что-то в полутьме. Она заёрзала, пытаясь выбраться из моих рук. Разумеется, безрезультатно. «Дэйв». Девушка неожиданно обняла меня за шею и заглянула в глаза, трогательно хлопая ресницами. «Отпусти меня, пожалуйста». «Если мои подданные увидят свою принцессу в таком виде, я потеряю их уважение». «Пожалуй, можно уступить просьбе», высказанной таким нежным голосом. Тем более, что я потратил немного магии, чтобы подогреть камни под босыми ступнями малышки, прежде чем отпустить её. Девушка права. Для тех, кто стоит у власти, очень важно производить на народ нужное впечатление. Поэтому нам с Лидой совсем не помешает небольшое изменение внешности. Не желаю, чтобы кто-то видел её голые ноги. Это зрелище только для меня. Между тем, группа людей с факелами приблизилась и нерешительно замерла в паре десятков шагов. Вперёд выступил рыхлый молодчик, наряженный в шутовской камзол, расшитый драгоценностями. «О, моя возлюбленная сестра Аэлита!» – произнёс он противным голосом. Окинул цепким взглядом меня, потом Лиду и продолжил. «Как я рад, что ты жива! Слава всем богам! Мы успели вовремя прийти тебе на помощь! Прекрасно! Никуда не нужно идти! Я могу убить этого типа прямо здесь!» О! Слава всем богам! Редактор субтитров Г �аль «Косовская мир»